решил проверить один из сервисов в своем городе насколько они тщательно подходят к ремонту ну и вообще есть ли смысл пользоваться этим сервисом у себя нашел старенький планшет tab 3 вот он полностью был рабочий сохранился в довольно хорошем состоянии но он мне не нужен я пользуюсь другими уже планшетами а этот получается либо кому-то подарить хотел либо провести как раз над ним эксперимент ну и вот что я сделал я его получается стал перепрошивать и специально в момент перепрошить и выдернул провод и снял аккумулятор ну естественно у меня завис и после этого он стал только включаться и показывает что samsung tab 3 и все и на этом он зависает тут же я попробовал его еще раз перепрошить проверить вот и он перепрошился нормально и стал опять работать то есть что я этим проверили этим проверил что его можно в момент прошить и вывести из строя и он у нас перестанет включаться далее мы его опять просто перепрошиваем и он у нас начинает работать это самое главное ну это получается я ему опять же ввел в такое состояние что он показывает у нас только samsung tab 3 и все дальше он у нас не включается из такой неисправностью я его сдал в один из сервисов в своем городе заявленную неисправность я описал так что samsung вот этот вот у меня он на протяжении пяти лет у меня во владении пользовались им редко вот и в один прекрасный момент мы просто перестал включаться и вот зависает на этой заставке что с ним я не знаю все меня его взяли мастер ничего не сказал горит надо сначала посмотреть его что с ним произошло все и через несколько часов не отзвонились этого сервиса и сказали что у вас проблема в чипе памяти вот здесь вот находится называется samsung вот что ее надо перепаивать и цена будет ремонта две тысячи ладно без проблем давайте мы попробуем его отремонтировать и все и сервис получает меня отзвонился четыре дня через четыре дня мне отзвонились и сказали что нет перепайка не помогла ваш планшет восстановить не получится вам нужно искать только другую материнскую плату ну все пришел забрал бесплатно конечно это все было придя домой естественно я уже был знаком с внутренностями принципе умею сам ремонтировать я его решил разобрать ну разобрал и смотрю что действительно вот в этом месте у нас идет такой цвет плата поменяла цвет видно что это место у нас нагревали но больше всего мне удивило то что подклупнув ногтем этот чип и обнаружил что он оказывается держится у нас на клею он был просто приклеен у нас сверху и все дорожки у тебя не знаю видно не видно вот обратите внимание все дорожки вот здесь они у нас выдернуты и здесь естественно у нас все сломано то есть как я вижу эту ситуацию когда этот планшет поступил в ремонт мастер даже не стал заморачиваться с прошивкой то есть ну банально что может слететь у самсунга банально может слететь просто прошивка ее надо переустановить и все и никаких проблем не будет что и доказал мой опыт который был долго этого но получается сервисе решили не заморачиваться с прошивкой а сразу стали смотреть и копать у него физические какие-то неисправности вот решили они перепаять этот чип ну хорошо если вы решили его перепаять перепаиваете нормально но они даже перепаять его не смогли и получается они только испортили вот и теперь естественно планшет восстановлению не подлежит но я посмотрел все остальное экран пометил аккумулятор специально поменил то есть они ничего не поменяли и плата она получается именно моя они ее не подменили то есть тут как бы вопросов нет вопрос получается не воровстве а именно в том что у мастеров вот а это один из таких скажем самых старых и серьезных сервисов в моем городе то есть получается у них работают работники которые никакого представления не имеют как нужно вообще ремонтировать электронику вот они просто банально ломают а уже хозяевам техники придумывают какие-то сказки чтобы оправдать свои неумелые руки поэтому советую обращаться в ремонт сервисы в проверенные не хочу сказать что нужно бежать самый дорогой сервис но нужно все-таки ремонтировать там где вы уверены в специалисте где есть какие-то хорошие отзывы про этого специалиста вот или просто даже банально спросить то есть вы принесли тот же планшет в ремонт с такой неисправности вы хотя бы спросите а что может быть что произошло по крайней мере все равно специалист должен понимать что нужно сделать или по крайней мере он вам скажет что мы попробуем о перепрошить если это не поможет мы уже будем дальше его разбирать и смотреть искать неисправность ну как вот в моем случае получается они даже не пробовали перепрошивать они просто сразу стали его ломать перепаивать и получается его доломали у меня все